Привет всем, друзья! Я вновь в антикварном магазине, и сегодня будут у нас итоги конкурса. Вот, сейчас покажу вот на вот эту вещь, так что досмотрите до конца, я скажу, кто победил в этом конкурсе и получит ценный подарок. А сегодня хотелось вот немножко еще походить по этому магазину, вот, расспросить, что тут новенького, может быть, что-то старенького, да, что интересно. Вот, увидел такое интересное фортепиано, и вспомнил историю, что часто, очень часто в таких подобных предметах находились клады, монеты, какие-то еще драгоценности. Возможно, у вас какие-то истории, вот, связанные с этим фортепиано, или знаете что-то? Естественно, знаю, поскольку занимаюсь и тесно сотрудничаю с реставраторами, причем реставраторами возрастными, которые знают, как это делать очень много лет. Вот, и одна из историй, вот, конкретно вот этот стол реставрировал возрастной мужчина, скажем так, талантливый, и такая история была у него. В одном из подобных столов, когда он делал реставрацию, отвалилась ножка, и там какая-то была такая полость прогнившая, так как он, реставратор, залез в эту полость, и там оказалось, что тайник в этой ножке, и царских монет там определенное количество было. Он, по количеству этих монет, даже смог в семидесятых годах приобрести себе автомобиль Волга. И также, вот, могу вам рассказать такую вот тоже историю проклады. Вот такие вот трости, это тоже, кстати, дореволюционная Россия. Как понять, что трость возраст этой трости? Как вот со стороны мы смотрим? Я вижу и понимаю, что это за работа, кто это делал, когда вот это серебро, это тонкая тоже работа, интересная штука. И очень часто делались тайники, вот, откручивалась ручка, но здесь она крутится не потому, что здесь тайник. И тут были такие капсулы, либо спрятанные, либо очевидные. Ну, некоторые в эти капсулы спиртные напитки наливали, а некоторые делали тайники, и в том числе, и перевозить и камни, и всякие разные порошки. Это тоже с давних времен считалось таким контрабандным делом. И эти тайники тоже использовали, прятали деньги после революции вот в таких тростях. Ага, класс. Очень интересно. То есть, в чем можно поискать у нас клад? Вот такие фортепиано старинные, интересные. А какого года эта работа? В районе 1900 года это немецкий Шрёдер. И так выглядит, как новенькое. Ну, как новенькое, потому что он хранился в одной семье, не подвергался переносам, перевозам, использовался по назначению все время клавиши слоновая кость там в идеальнейшем состоянии, следили за ним, ухаживали. Ну, единственное, что со временем кое-где пересохло дерево, а в целом очень функциональный аппарат. Ага, и сколько стоит вот такого плана аппарат функциональный? Ребят, ну, дело в том, что у таких вещей должен быть покупатель, который оценивает. В принципе, это вещь уникальная для тех, кто музицирует. Но сегодня все любят эти искусственные звуки, синтезаторы и так далее. Ну, эта вещь стоит в районе 500 долларов, она должна стоить как минимум. Здорово. И стулья. Вот таких стульях тоже наверняка в ножках, хотя конкретно в этом, наверное, нет. Ну, вот в фильмах мы тоже видим, там, как находили. Или в спинке, да? Чекисты, как находили. Ну, и это 12 стульев тоже рассказ. Недаром такой рассказ. Да, как раз, было бы интересно поискать здесь каких-нибудь драгоценностей. Хорошо, хорошо. Тогда переходим к нашим итогам этого конкурса. Можно покрутить эту вещичку. Собственно, в первом видео очень мало было, чтобы мало, не было правильных ответов. И во втором, почти не было, только благодаря подсказкам, у нас сейчас мы видим один правильный ответ. Я, правда, отправил вам в Вайбер, чтобы можно было зачитать, кто победитель. Если есть возможность, сейчас давайте прочитаем. Принц Крин. Что же это за вещь? Ребят, смотрите, это вещь немецкая. Юнганс. 1900 и 1910 год. Делал, действительно, такие вещи делались и в Америке, и в Англии, и на территории Европы они тоже делались. Но конкретно эти, немецкие, вот под вот этой запчастью, там, есть логотип, что это Юнганс, мы не обманываем. Можете тоже погуглить и почитать. Вот Юнганс, называлась такая фирма, часовая, делала разнообразные напольные, настольные, камины, будильники, что угодно. То есть это часы, это не календарь. Это часы, это не календарь, да, пальчик перелистывает минуты. А, вот есть вот специальный пальчик, да? Верхний пальчик перелистывает часы, нижний пальчик перелистывает минуты. Угу, очень интересно. Да. И это немецкие часы, так что, друзья, сейчас у вас на экране появится победитель, который получает книгу с монетами я отправлюсь бесплатной доставкой пожалуйста свяжитесь со мной вот что еще что еще хотелось бы пожелать может быть сказать тем кто посмотрел этот видеоролик мне пожелать любите старину коллекционируйте старину аудитория молодая поэтому у вас все впереди с каждым годом старина набирает стоимость либо это монеты либо это часы либо это посуда что угодно старая набирает цену с каждым годом мебель бронза ну все абсолютно все старая набирает с каждым годом стоимость ребята пишите в комментариях что бы хотелось вам узнать более подробнее возможно про какие-то статуэтки или про еще что-то мы подготовим для вас выпуск и покажем покажем более более детально вот какие-то такие вещи спасибо что посмотрели и всем пока а